С помощью приложения находим ближайший пункт аренды самокатов и выбираем свой. Новомодные гаджеты в последнее время с уверенностью завоевывают саратовские улицы. Один из самых популярных электросамокат. Некоторые приспособились и используют его как транспорт. К примеру, добраться на нем до работы очень удобно, быстро и экологично. Правда, не всегда безопасно. Двигаясь в толпе прохожих будто в шашечном порядке, самокатчик рискует нанести травмы как себе, так и пешеходам. Возмутительный случай произошел в Санкт-Петербурге. Там группа молодых людей буквально устроила охоту на прохожих. Под горячую руку попал, сделавший замечание самокатчиком, писатель. В итоге мужчина с травмами оказался в больнице. Один из нападавших задержан. Пока по правилам дорожного движения, те, кто передвигается на самокатах, все же приравниваются к пешеходам, но на колесах. А потому и передвигаться они могут только по тротуару. За прошлый год на всей территории Российской Федерации произошло 331 дорожно-транспортное происшествие с участием водителей данной категории, в которых погибло 6 человек и более 350 получили ранения. На территории города Саратова за прошлый 2020 год было 2 дорожно-транспортных происшествия. В этом году уже 4 у нас. На сегодняшний момент 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили ранения. Согласно правилам дорожного движения, все эти средства индивидуальной мобильности у нас делятся на два вида. Если, соответственно, у него объем электродвигателя мощностью до 250 Вт, он относится как к пешеходу. То есть, соответственно, ему можно ездить по пешеходным дорожкам, тротуарам, в отсутствии их по краю проезжей части. Если двигатель больше 250 Вт, до 4 кВт, это категория мопед. В этом случае обязательно наличие водительского удостоверения категории М, движение только по краю проезжей части, соответственно. Наличие шлема застегнутого. То есть, в этом случае он несет ответственность как водитель по всем категориям нарушений. Правда, представитель кикшеринга на вопрос, какая мощность представленных электросамокатов, разводит руками. Скажите, пожалуйста, какие у вас, вы говорите, по мощности, то есть они ниже 250 или 250 Вт или выше? Честно, я не знаю, я знаю, что максимум 21 км в час, а так я не знаю. 86% дальше, я впервые. Ты куда поедете? Вперед кататься. На набережную? Нет, там есть институт. По проспекту? Да. Все, Даша, поехали. Первый раз страшно было. Как мне чуть-чуть понимала. Вот сколько вы отдали за то, чтобы пропадали? Первый раз я каталась в ту сторону, а там где-то 286 рублей. Сейчас я приехала от начала проспекта за 90-е щетки. Прокат самокатов – удовольствие не из дешевых. Это все-таки больше выбор для туристов или любителей разовых поездок. Однако в Саратове немало и тех, кто уже самостоятельно обзавелся подобными средствами передвижения и пользуется ими регулярно. Выборы по скорости – 15 км, 25-30 км. Ну, в принципе, это безопасно. У них мощность одинаковая – будет 350 Вт. Есть мощнее, да. Там есть мощнее – 500-600 Вт с сиденьем есть. Вот эти, которые помощнее, на них права не нужны. С правами не надо приходить, да? А то говорят, что они к мопеду приравниваются. Ну, сейчас пока это все ничего не понятно. Если вы будете, как бы, за ворном есть, ничего страшного нет, конечно. Я уже не первый раз, мне нравится. Я считаю, что техническому прогрессу и моде наперекор вставать нельзя. Потому что это как вода. Она все равно найдет, где и просочиться. И в то же время нельзя просто вот этих новых веяний, этих новых пристрастий людей, значит, их оставлять как бесконтрольными. А, наверное, надо расширять тротуары там, где они заужены. А у нас зачастую они, в общем-то, пешеходам не дают разойтись, а еще и появляются вот новые участники пешеходного движения. Мне кажется, ошибкой у нас в последнее время ошибочная такая точка зрения, когда противопоставляет одну группу граждан другой. Понимаете, происходит некая сегрегация. Ваше мнение, как? Мешают они вам, не мешают? Не, ну, не остановишь прогресс. Ну, надо, как положено им по дорожкам, так пусть и ездят. Да, и скорость поменьше. Особенно там, где много людей, где дети. Вот мы по бульвару гуляем на Рахово. Там полно детей, людей пожилых. А они не то, что даже по этим, а они по пешеходным ездят. Ну, по Чернышевской катаются периодически, да. Ну, как вам, как водитель? Ну, мешаются. Периодически мешаются, потому что, ну, не так часто, но выезжают на среднюю полосу движения, соответственно, создают некие проблемы. Нужна внимательность и тем, кто на самокате, и тем, кто идет пешеходом. Внимательность прежде всего, когда мы в наушниках смотрим, в телефон, ничего не видим. Мы же сами свою безопасность как бы не контролируем, понимаете? Поэтому все имеет место быть, если это в правильном месте, если люди отдают себе отчет о безопасности. Я так думаю. Мне не нравится. Объясни, что вы? Ну, почему? Потому что это пешеходная дорожка. И без конца вот это вот движение, не знаешь, куда, или в ту сторону, или в эту сторону. Мне очень не нравится. Ни самокаты, ни велосипеды. Ну, есть вот здесь вот дорожка такая. Это хорошо, можно. А вот по проспекту невозможно ходить вообще. Мне, откровенно говоря, не мешают. Также можно, в принципе, все запретить. Я считаю, что, ну, безусловно, нужны обязательно правила, которые будут регламентировать, нужны дорожки. Я очень люблю это делать, например, в Геленджике. Мы в основном там катаемся, потому что там все, ну, для этого есть условия. Здесь у нас, ну, я, в принципе, сама-то из Энгельса. В Саратове не так часто бываю. Меня там точно не напрягают. Хотя, когда по набережной гуляешь, много велосипедистов, много на электросамокатах, на скутерах. Ну, а куда их девать-то? Ну, а что, они права не имеют? Мы, в принципе, все имеем право на свой способ передвижения. Но, опять повторюсь, что необходимо, конечно же, четкие правила. И обязательно нужны свои выделенные дорожки. Потому что, ну, всем должно быть удобно. Условий для такого вида транспорта в Саратове и правда нет. Сейчас велодорожки есть вдоль части бульвара Нарахова, в сквере борцам революции и на улице Волжской. Правда, здесь ее активно используют пешеходы. При реконструкции проспекта Кирова о велосипедистах как-то подзабыли. В настоящее время, да, то есть будут рассматриваться о выделении мест, чтобы пешеходы и водители средств индивидуальной мобильности не соприкасались у нас на тротуарах. Рассматривается, опять, вопрос об ограничении скорости до 25 км в час. Мы сейчас проводим работу тем, кто сдают в аренду данные средства индивидуальной мобильности. То есть они несут такую же ответственность, если, допустим, гражданин получил в прокат данные средства индивидуальной мобильности и не имеет водительского удостоверения, он будет, если будет, допустим, больше 250 ватт, мы установим, гражданин будет нести ответственность от 5 до 15 тысяч рублей. А, соответственно, та организация, которая предоставила в прокат, там будет для них налагаться до 30 тысяч рублей штраф. В новой редакции правил дорожного движения, которые пока находятся в стадии разработки, пользователи электросамокатов, гироскутеров и прочих электрогаджетов получат новый статус. Они будут приравниваться уже к водителям средств персональной мобильности. И что будет, если пешеходы на колесах начнут ездить по проезжей части, остается только догадываться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова